Финансовая компания, выдавшая кредит жителю Ульяновска, в доме которого коллектор чуть не сжёг ребёнка, может быть исключена из государственного реестра. Как сообщили сегодня в местной прокуратуре, за чрезмерно высокие проценты, более тысячи в год. Тем временем сами коллекторы продолжают шокировать своими приёмами выбивания долгов. В Новосибирске Елена Макарова пообщалась с пострадавшими. У нашей Насти погиб ребёнок. Похороны состоятся в 12 часов и приложено вот это фото. Родители 8-месячного Стёпы спешат успокоить родственников и знакомых, которые получили вот это сообщение. Их сын жив, а фотография с подписью «Скорби мы любим» в соцсетях – дело рук коллекторов. Так же, как и вот это объявление об оказании интим услуг. В нём и фото мамы малыша Анастасии, и всё её личные данные, включая домашний адрес. Таким способом коллекторы пытаются выбить долг с матери Насти. В известной компании по микрозаймам Светлана Ивановна взяла в долг 20 тысяч рублей под 250% годовых. Стоило лишь на две недели опоздать с одним платежом. Посыпались угрозы. А после увиденного женщине и её мужу пришлось вызывать скорую. Вот непосредственно эта страница этого человека. Мужчина, разместивший фотографии Насти и Стёпы на своей странице в соцсети, указывает, что он сотрудник компании «Домашние деньги». Именно с ней заключала договор Светлана Ивановна. И, как оказалось, подобных фотоколлажей у него на странице много. Мушанны, бывший сотрудник компании «Домашние деньги», уволился после того, как ему стали задерживать зарплату. На тот момент мужчина уже взял кредит в своей же организации. Надеялся, при увольнении получит расчёт и сможет погасить долг. Но вместо этого получил угрозы. В самой компании по микрозаймам не видят ничего странного в таком способе возврата долгов. Мне наутро поступали звонки на телефон, то есть сообщения о том, что зайди в срочный ВКонтакт. Там такая информация. И, собственно говоря, зашла и вот, собственно, увидела. И звонили мне с такими вопросами. Ну как, тебе нравится? А хочешь, мы с ребёнком фотографии выставим? А хочешь, мы твоей мамашке это всё отправим? Позже пресс-служба компании прислала письменный ответ, уточняя, что, возможно, размещение информации в соцсетях является действиями недобросовестных клиентов с целью уклонения от уплаты просроченной задолженности. Проблемы много себе, жалоб, а то, что толку с собой. Ну звонят, не угрожаете. Но, опять же, в договоре прописано, что я имею право предать рекомендации. Это у всех так, любого банка так. Методы, которые используют так называемые взыскатели просроченной задолженности, часто выходят за рамки закона. Так, недавно в Ульяновской области коллекторы чуть не сожгли маленького ребёнка, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. В Челябинске коллекторское агентство заблокировало работу телефона в целой областной больнице. Терроризировали медучреждения звонками, пытаясь получить от одной из сотрудниц проценты по уже выплаченному долгу. Кстати, всего 5000 рублей. В Новосибирске за два месяца уже восемь пострадавших обратились в полицию с подобными заявлениями. Люди, которые обращаются, значит, если есть у них сообщения об угрозах по СМС, то есть предоставляют распечатки СМС-сообщений. Значит, у некоторых людей есть, значит, сообщения на компьютере, то же самое. В телефонном режиме, то есть они обозначают, откуда были звонки, кто звонил, и правом проверке, значит, с опросом тех лиц, которые звонили. Сейчас существует законопроект, призванный упорядочить деятельность коллекторов, однако он до сих пор на стадии рассмотрения. В данный момент не существует закона, который регламентирован бы деятельность в сфере взыскания просроченной задолженности. За нарушение законодательства о персональных данных, за оскорбление в адрес заемщиков и их родственников, смуживцев, можно привлечь к ответственности только конкретных сотрудников кредитных организаций. В России судебная практика по взысканию морального вреда с коллекторов практически отсутствует. Юристы утверждают, причина не в том, что суды или правоохранители не готовы рассматривать подобные дела. Зачастую сами должники не хотят идти в суд. Елена Макарова, Игорь Гуляев, Ярослав Зорин и Лилия Зорина. Первый канал. Сибирское бюро.